Всем привет! Сегодня произведем замену пыльника шруса Посмотрим состояние полуоси Как она снимается, извлекается из коробки Меняем левую сторону, которая примыкает Входит в автоматическую коробку передач Что для этого надо? Перед тем, как поддомкратить машину Нам нужно попробовать ослабить болт ступицы Центральный болт Если он пошел, голова на 24, вот таким вот ключом Плюс усиление трубу я ставил Болт пошел, свободно стал вращаться Можно отпустить болты крепления колеса После того, поддомкрачиваем автомобиль И в подвешенном состоянии снимаем в начале колесо Снимаем нижнюю защиту У меня появился незначительный сток при поворотах Ну, я сразу заподозрил, что это полуось На которой два шруса угловых И вот, что я обнаружил Да, один пыльник порван И второй пыльник тоже, вот он Отошел от края и порван Этот вертикальный регулирует, этот горизонтальный наклоны Сейчас буду извлекать полностью полуось И промывать, прочищать и менять два вот этих пыльника Поддомкрачиваю, снимаю колесо Отсоединяем от кронштейна амортизаторной стойки Верхний шарнир стойки стабилизатора Поперечной устойчивости передней подвески С одной стороны он гайка на 19 накидной И центральная удерживается при необходимости Либо шестигранник, либо звездочка Либо с обратной стороны удержание рожковый ключ У меня на 15 Откручиваем, выводим После того, как открутили гайку Небольшое усилие на нижнюю часть стабилизатора И вывозим Нашу тягу Также смотрим, что были целые пыльники Но недавно менял, поэтому Все здесь В порядке Далее Отсоединяем от поворотного рычага Рулевую тягу Накидной на 18 И съемником С конуса выводим Тягу Все, открутили Теперь фиксируем съемник, чтобы не повредить пыльник Закрепил я съемник Сейчас за нижнюю часть буду вращать И должно Отойти у нас В таком движении Уберу по камеру подальше На вращении Отошла наша тяга Вот она Под конусом И спокойно ее извлекаем Главное в этом деле Не порвать наш пыльник Целый Все Тягу Отверю в сторону Далее Отсоединяем Опору стойки Передней подвески От рычага Для этого Откручиваем Три болта на 16 После того, как открутили болты Свободно Выводим зацепление Выворачиваю болт ступицы Надавив на него Немного Подалась наша полуось Туда Так Отвожу немного в сторону Сдерживаю полуось Полуось Вышло Полуось Вышло зацепление С одной стороны И Со второй стороны Она стоит Крепится кольцом В коробке Передач Там нужно с торца Фомкой Приложить небольшое усилие И подать полуось В сторону колеса И она выйдет С коробки зацепления Вот в эту часть Куда входит Полуось В коробку Нужно вот между коробкой И полуосью Фомкой Придать небольшое усилие И она пойдет Вперед Кольцо Стопорное Выйдет с коробки При помощи фомки И небольших Легких ударов Молотком Все Она вышла Полуось вышла Мы ее извлекаем Дальнейшие работы Будем проводить На верстаке Уберев монтажную лопатку В картер Коробки передач Мы выпрессовали Внутренний шарнир Из полуосьевой Шестерни привода Здесь вот стоит Такое стопорное кольцо Которое фиксирует Нашу полуось В самой коробке Вот такая неисправность Которую сейчас будем устранять Порван пыльник Шарнира Для этого сейчас Все это разберем Помою Посмотрю состояние Самих Роликов Снимаю Старый пыльник Вовремя я еще Обнаружу эту неисправность Потому что Буквально недавно При замене тяг Я видел Что пыльник Есть Трещинка небольшая Но не думал Что он так быстро И порвется Смазка еще была Но в смазку Уже попал песок Для того Чтобы нам Снять Наружный шарнир Он крепится Стопорным кольцом По мануалу Пишут Что можно его Сбивать В торец Кольца Здесь В нижней части Шарнира И он должен Сойти Со шлицов Вала Но Есть другой способ Сейчас я Вам покажу Для этого Для этого Необходимо Закрепить Нашу ось В тисках Берем Наш Болт Ступицы И вкручиваем В нашу Ось До предела Тем самым В модельном ряде Вак Наш шарнир Снимется Со шлицов Закручиваем Все И не надо Никакие Усилия Чтобы Бить Молотком Вот он Снимается Со шлицов Все Снялся И болт Выкручиваем Обратно Пользуемся В мануалах Этого Не прописано Шрус Мою здесь Полностью Вымываю Начисто Эту часть Тоже Вытираю Снимаю Стопорное Кольцо Ну это Наверное Не надо Снимать Посмотрю Вот это Кольцо В этой части Вот оно Пошло Все Это Вымываю Сняли Наружный Шарнир Равных Угловых Скоростей Как его Проверить Не должно Быть Здесь Заеданий Осевых Угловых Каких-то Биений В принципе Я вовремя Это увидел Помыть его Только Разборки Как в мануале Пишут Не допускается Наружный Шарнир Внутренний Шарнир Равных Угловых Скоростей Сейчас мы Снимем Вот так Он выглядит Должен Плотно Перемещаться Не должно Быть люфтов Ну Я вижу Что Смазки У него Достаточно Было Конечно Тоже Он Немного Вытекло Сейчас Это все Дело Помоем Очистим И Оставим Работать Дальше Здесь Только Поменяются Пыльники В принципе Шарниры В удовлетворительном Состоянии Достаточно Вымыть От попадания Может быть Пыли Грязи Песка И Заменить Пыльники Произведем Замену Пыльников И Заложим Густую Смазку И произведем Дальнейшую Сборку Все Сейчас Буду Заниматься Очисткой Помывкой И Потом Будем Собирать Вымываю Чтобы не было Песчинок Песка Оставаюсь По максимуму Промываю Соляркой Очистил Я полностью Ось Привода Переднего Колеса Здесь Сейчас Покажу Чего Состоит Внутренний Шарнир Он Состоит От наружной Обойма Здесь В окончании Стопорное Кольцо Со шлицами Которое Входит В коробку Внутрь Внутрь Входят В нем Такая Вот На оси Крепится Три Подшипника Я думаю Угольчатых Не разбираются После того Как Помыл Не должны Подшипники Соскакивать Со своих Мест Посадочных Где они Вращаются Это у нас Внутренний Шарнир Угловых Скоростей Так вот Оно Заходит В стакан Не должно Здесь быть Люфтов Вбиений Должно Без задиров Перемещаться Без всяких Проблем Данная Часть У меня Как бы В хорошем Состоянии Еще будет Служить Наружный Шарнир Равных Угловых Скоростей Состоит Наружная Обойма И Две Внутренние Плюс Шарики Подшипники Как бы В мануале Разбирать Его нельзя Но Для того Чтобы Тщательно Так как У меня Был Порван Пыльник Я хотел Увидеть Его состояние Я его Вымыл Что я Хотел Посмотреть Имеется У меня Уже Небольшой Износ Вот В части Обойме В нижней В данном Случае Имеется Вот точка Выработки Где шарик Уже Залегает Ну В дальнейшем Придется Менять Мне Собрал Я Наружный Шрус Вот так Он Если Будется Вдруг Подшипники Извлекать Чтобы Обратной Последовательности Собирать Вот так Вот Должен Выглядеть Потому Обратная Сторона Плоская А Здесь Входы Под Подшипники Начал Собирать Чуть Не Запутался Пыльник Для Внутреннего Шруса Который Из Коробки Передач Вот Такими Выемками Специальными Под Эту Кассету Сделан Сейчас Смазываю Смазку Закладываю И Одем Пыльник Через Наружный Шрус Доводим Сюда Приобрел Я Не знаю В этот Раз Артикул 500 4 83 Фирма Ерт Репеер Репеер Кит Не знаю Сделано Испания Написано В принципе Ну не знаю Как он будет ходить Внутренний Меньше Страдает Чем наружний Здесь углы Не такие Поэтому Все Смазываю Для того Чтобы Легче Пошел Можно Внутреннюю Кром Внутренний Диаметр Пыльника Немного Добавить Смазкой Не порежется Шлицами Единственное Нужно будет Помочь Ему Немного Отверткой Зайти Пройдет Этот бурт Все Я насадил Завожу И Смазываю Такой Пакет Смазки Шел Такого Цвета Закладываю В кассету Немного А основного Наношу На Подшипники Все Все Загружаю Стальную Смазку Фиксирую Хомутами И Так же Поступаю С наружным Шрусом Здесь Густая Смазка Загружается Через Отверстие Для фиксации Болта Через Эту Сторону И Смазка Заходит Полностью Смазывает Все Подшипники Собираю И устанавливаю На машину Отдел Фиксирующий Хомут Здесь Такая Вот Есть Выступающая Часть Зажимаю Такими Специально Тупо Заточу Бокорезы Такие Чтоб Был Зазор Чтоб Не Обрезать И Зажимаю С этой стороны Смотрю Чтоб Надежно Держалось Чтоб Не слазил На внутреннем Шрузе Имеется Маркировка Может быть Это в сборе С полуосью 1КО 407 341А Это оригинальный номер Поэтому Кому надо Одел я Два хомута И оставил Такую небольшую Трубочку Я ее Перед обжатием Потом После установки На машине Зажму Более плотно И Извлеку Чтоб Выровнялся Воздух Далее Одеваем Пыльник Наружного Шруза Не забываем Такое Колечко Через которое В мануале Написано Что надо Выбивать Пластмассовое Кольцо И Далее Сейчас Через Отверстие Нагнетаем Сюда Смазку И отзвьем Наружный Шруз Берем Смазку 90 грамм Купил Отдельно Еще Для Шарнира Равных Угловых Скоростей Обрезаем Уголок И С обратной Стороны В отверстие Выдавливаем Полностью Весь пакет Все Получается У нас Полная Обойма Не жалеем Смазки Хорошо Ходит Не люфтит Я думаю Все нормально У нас будет Нет Потом Поменяем Как-нибудь Все Восстановили Кольца Заложили Смазку Остальную Потом И Насаживаем Вот так Он работает Входит Я думаю Смазки Достаточно Так Все Сейчас Надеваю Пыльник И Устанавливаем На машину При установке Полуоси На свое место Или Приводного Вала Нужно Зафиксировать В коробке В шлице Чтобы не Проворачивался Вал В право В лево И Потом В принципе В мануале Написано Можно вести В стойку И Ударом Зафиксировать Стопорное Кольцо Кольцо Проще Горизонтально Относительно Отверстия Ударить С торца Через Подкладку Чтобы зашло Стопорное Кольцо Проверяем Назад Чтобы не было Выхода Зафиксировали И Дальше Уже Заводим Поворотный Кулак И Саму Стойку Все Зафиксирован Сидит В коробке Устанавливаем Болт Затянули Три болта Опоры Стойки Передней Подвески Один Болт Рулевой Тяги Центральный Болт Оси Зафиксировали И Сейчас Фиксируем В верхней части Тягу Стабилизатора Друзья Если Мое видео Вам понравилось Было полезным Заходите На канал Подписывайтесь Оставляйте Комментарии Всегда Отвечу До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров